Добрый день! На 12-м канале Час новостей в студии Денис Жарков в этом выпуске. Проверка на прочность. Таких крупных объектов за последние годы в Омске не было. Губернатор испытал строящуюся дорогу-дублер на левом берегу. Коронавирус подрезал крылья. На Калачинской авиабазе ввели особые меры. Кто чаще подхватывает новую инфекцию и платит ли медикам стимулирующие надбавки? Ирина Солдатова дала эксклюзивное интервью 12-му каналу. И схватка за чемпионский пояс в UFC нашли соперника Амичу Петру Яну. Губернатор Александр Бурков проинспектировал строительство дороги-дублера улицы 70 лет октября. Трасса протяженностью более 4-х километров пройдет от метра моста до улицы Перелета и позволит избавить левобережье от пробок. Стоимость проекта свыше миллиарда рублей. Работы ведутся круглосуточно. Сдать дорогу нужно уже к декабрю. Объезд масштабной стройки в компании мэра Омска Оксаны Фадиной, представителей подрядчика, губернатор начал с участка возле моста имени 60-летия Победы. Это место оказалось для строителей самым сложным, так как находилось в зоне регулярного подтопления. Для решения проблемы рабочим пришлось вычерпать и соорудить специальную защитную насыпь. На объекте выполнены сети водопровода и канализации примерно на 80% ливневой канализации, в районе 85-83% отсыпка земельного полотна и вертикальной планировки 150 тысяч метров кубических грунта. В данный момент мы планируем установить 1300 погонных метров, это в районе 30 тысяч квадратов, под бордюры поставить, под ассальтирование уже. Проделаем большой колоссальный объем работы, потому что таких крупных объектов за последние годы в Омске не было. Благодаря национальному проекту «Жилье» нам при поддержке президента удалось получить большие средства. И плюс средства в области и города позволяют сегодня реализовать такой масштабный проект. Важно, что эта дорога дает дальнейшую жизнь всем этим земельным участкам и становятся уже перспективные участки под развитие жилищного строительства. Подробный репортаж о строительстве дороги на Левобережье смотрите в следующих выпусках «Часы новостей». На Левобазе в Калачинске полностью выполнили предписание Роспотребнадзора. Коронавирус здесь подтвердился у работника Кочегарки. Мужчину госпитализировали в районную больницу. В оперативном порядке на базе провели эпидемиологическое расследование. Установили всех, с кем общался инфицированный. Это 8 его коллег. Всех на две недели отстранили от работы. Организовали тотальную дезинфекцию, рассказал директор Омского лётно-технического колледжа Александр Строганов. Практику на авиабазе проходит почти полсотни курсантов Омского лётно-технического колледжа гражданской авиации. Никто из них, а также ни лётчики, ни техники заражёнными не общались, так что образовательный процесс не прервался. Однако курсантам пока запретили покидать казармы. За минувшие сутки от коронавируса излечились сразу 54 пациента. Такого количества выздоровевших в регионе не было с начала пандемии. Таким образом, в числе победивших COVID-19 — 331 меч. Вместе с тем выросло и число заболевших. За сутки диагноз подтверждён у 88 пациентов. Всего же инфицировано 1227 жителей региона. К сожалению, пополнился и скорбный список жертв вируса. Теперь в нём 20 погибших. Скончалась ещё одна женщина. Под домашним наблюдением остаётся 3443 меча. Что касается данных по стране, на 28 мая в России 8371 новых случаев COVID-19, 150 993 исцелившихся и 4142 погибших. Тем временем в омских больницах уже занято больше половины от общего числа реанимационных коек, предназначенных для пациентов с COVID-19. Об этом сегодня в интервью моему коллеге Владимиру Мутовкину рассказала министра здравоохранения Ирина Солдатова. По словам, количество больных, которых госпитализируют прямо из дома с признаками новой инфекции, в последние дни резко возросло. Это люди, которые долгое время не обращали внимания на симптомы и занимались самолечением. Большинство из них — это пациенты в возрасте до 45 лет. Такое пренебрежение к собственному здоровью, подчеркнула специалист, серьёзно осложняет работу медиков. Рассказала глава ведомства и о том, как обстоит ситуация со стимулирующими выплатами. Весь персонал, работающий с больными COVID-19, уже получил надбавки за апрель. И сегодня начали перечислять деньги за май. Были какие проблемы? То, что не было чётких критериев начисления и разъяснений. Поэтому были небольшие задержки. Но за апрель месяц у нас полностью произведены выплаты по 415-му постановлению и по 484-му, где президент сказал 80, 50, 25, все выплаты произведены. Но в общей цифре более 3000 медицинских работников, водитель скорой помощи, фельдшеры скорой помощи получили все выплаты абсолютно. Как отметила Ирина Солдатова, все медицинские работники сейчас каждый день совершают настоящий подвиг о том, как спасают жизни амичей и через какие испытания приходится проходить и медикам, и их пациентам. Полная версия интервью главы Минздрава, а также фильм Антона Парахина «Вызов принят. Красная зона» смотрите в пятницу после итогового выпуска новостей. Увлажняющие средства по уходу за кожей сегодня преподнесли в подарок врачам клинического медико-хирургического центра. Презент сделала одна из омских компаний по производству косметики. Сейчас в центре лечат 97 больных коронавирусной инфекцией и в красной зоне врачи проводят несколько часов подряд. Все это время доктора находятся в противочумных костюмах, перчатках и очках. Такая одежда раздражает кожу. Очень сильно поможет, потому что в перчатках и в масках кожа сухая становится. Бывают даже различные трещинки, еще что-нибудь. Крем увлажнит и прям очень кстати. Сложность в том, что в этих средствах защиты тяжело дышать. Плюс там жарко на улице сейчас и движения сковывают. Это все очень тяжело. Добавлю, что средства ухода за кожей получат не только специалисты клинического медико-хирургического центра. Компания по производству косметики готовит следующую партию для медиков других омских больниц, где лечат пациентов с COVID-19. Омские партийцы будут следить за голосованием по поправкам в Конституцию. Сегодня руководитель фракции «Справедливая Россия» подписал соответствующее соглашение с общественной палатой региона. Договор также заключили либерал-демократы, на очереди единороссы. После будущих наблюдателей ждет обучение. Пандемия внесла корректировки, семинар пройдет дистанционно. Кроме того, каждый получит золотой стандарт, методичку, в которой прописаны обязанности контролера и правила поведения. Обычно партийцы в роли наблюдателей не выступают. Это обеспечивает легитимность. Однако на этот раз, говорят общественники, представителям фракции бессмысленно преследовать свои интересы. Весь российский народ выражает свое мнение по изменению. Ключевой документ, который определяет развитие страны, ее хозяйствование, ее деятельность. Поэтому здесь было принято решение объединиться и выставить общественное наблюдение от всех политических партий, от общественных объединений, единым фронтом, посмотреть, как будет проходить вот этот процесс. Добавлю, всего в регионе 1800 избирательных участков. На каждом будет как минимум по 5 наблюдателей. Что касается даты общероссийского голосования, она пока не названа. Сегодня в России отмечается День пограничника. 28 мая 1918 года была учреждена пограничная охрана РСФСР. С праздником защитников Родины поздравили губернатор Александр Гурхов и председатель законодательного собрания Владимир Варнавский. Поблагодарили за преданное и честное исполнение служебного долга и пожелали успехов, мира и благополучия. Цитирую. 8 тысяч омских школьников смогут подзаработать этим летом. Из-за пандемии старт сдвинулся на середину июня, то есть на две недели позже, чем обычно. Трудиться дети смогут в тех организациях, которым разрешат возобновить деятельность. Среди обязанностей благоустройство, озеленение улиц, строительство детских, спортивных площадок, курьерская служба, ремонт компьютеров. В месяц при трехчасовой занятости ученикам заплатят минимум 5 тысяч рублей. Для устройства необходим паспорт, справка с места учебы, ИНН, страховое свидетельство, реквизиты банковской карты, разрешение от родителей или опекунов. Стал известен соперник бойца UFC Петра Яна в титульном поединке за чемпионский пояс в легчайшем весе. А МИЧ встретится с бразильцем Жозе Альдо. Об этом сообщил президент организации Дэйна Уайт. Даты и место проведения боя пока неизвестны. Напомню, что возможность стать обладателем вакантного титула Ян получил после того, как чемпион в этой весовой категории Генри Сихуда объявил о завершении карьеры. Добавлю, что на счету 27-летнего Яна 15 боев в ММА. Он одержал 14 побед и потерпел одно поражение. В активе 33-летнего Альдо 28 выигранных поединков и 6 проигрышей. Далее прогноз погоды. Все наши новости доступны в социальных сетях ВКонтакте, Инстаграме, Одноклассниках и на Ютьюбе. Найти их можно и на сайте 12-й канал.ру. Там же мы выкладываем и полные выпуски программы «Час новостей». Оставайтесь с нами. Продолжение следует... Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса. 106,2 FM в Омске. Товарищ, на качестве не экономь. Деньги не теряй. При покупке профнастила толщину проверяй. Омск Сайдинг Инвест. 999-222. Спонсор прогноза погоды и поясивкова Марина Балакановна. Выставка продажа теплиц в Омске. Завтра, 29 мая по области в Омске пасмурно. Температура воздуха в городе ночью 10-12 градусов, днем до 23. В районах в ночные часы столбики термометров покажут 11-14 градусов тепла. Днем до плюс 21. Ветер северо-западный, 8 метров в секунду. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Построил дом, посадил дерево, вырастил сына, купил теплицу. Поставь летний душ. Летний душ из поликарбоната на выставке продажи теплиц в Омске. Баки с подогревом и без. При покупке душевой кабины доставка и аксессуары в подарок. Площадь у Кит Интерьера и Континента. Подробности по телефону 50 50 23. Или на сайте летний душ.рф. Далее на 12 канале обыкновенная история. До встречи в 15.30. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова